чтобы за 300 дней выучить английский язык я занимаюсь им каждый день по чуть-чуть сегодня читаю книгу о том как получить права в сша california driver's handbook это пдд американский по-простому остановился прошлый раз я на слепых зонах и сейчас но опять но нет но да но вот из behind you know what is behind you can help you avoid rear-end collisions знание того что позади тебя поможет избежать тыльного столкновения то есть rear-end то что сзади check traffic behind you often often by using your rear view mirror проверяй трафик сзади тебя часто с помощью зеркала заднего вида боковых зеркал and turning your head и поворачивая голову change lanes а а не просто проверять трафик а тех случаях когда ты меняешь полосу движения change lanes check your blind spots когда проверяешь слепые зоны reduce your speed чтобы это значило reduce your speed снести свою скорость а да когда снижаешь скорость проверь что там сзади тебя творится кто там сзади едет когда ты поворачиваешь шуткой сайдроуд боковая дорога съезжаешь наверное да когда сворачиваешь на боковую дорогу ну короче съезжаешь с основной трассы ой стоп ты пыл into a parking space останавливаешься чтобы что заполнить парковочное место оля что это такое не скопировалось что пул тянуть где дернуть тяга когда останавливаешься чтобы дернуться в парковочное место pull up to and away from the core ну короче когда отъезжаешь от обочины ну да когда подъезжаете pull up притягиваетесь к обочине или away from the the car the car the car the car как она читается карта так и когда едешь задом back up ну да отступаешь едешь задом understand the road conditions понимай дорожное состояние условия разбирайтесь в дорожных условиях разберитесь наверное дорожных условиях darkness темнота when driving at night кстати некоторые слова все таки хочется пометить вот например rear end avoid избегать check using rear mirror slide mirror turn mirror blind spot reduce вызвало у меня напряжение снижение скорости вот pull into по отдельности все понятно вместе хрен непонятно pull up подъезжать получается curb в обочине окей так when driving at night когда едешь ночью ну да двигаешься получается да то есть это получается что мы существительное почему-то существительное ну короче большой вопрос что это за часть речи как бы не глагол точно получается блин надо разобраться when driving at night когда едешь ночью make sure you can stop in the distance значит убедись что ты можешь остановиться на расстоянии lit by your headlights на расстоянии lit почему тут lit почему тут lit освещённым своими фарами а ну понятно что можешь остановиться в пределах видимости по сути так а lit отдельно тогда что значит освещённый lit 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 by your lit by your headlights ok use your high beam видимо это дальний свет дальний свет да high beam а почему beam балка луч а beam луч окей это надо подсветить high beam дальний луч headlights when possible то есть используй дальний свет если это возможно this includes an open country or dark city streets по отдельности все понятно в общем что это значит что это типа разрешено ну короче на темных улицах и за городом по сути this includes an open country or dark city streets do not use high beam headlights in areas when they are illegal не пользуйтесь дальним светом когда это запрещено дим 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 тусклый дим 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 дэд в данном случае дим 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 Чтобы избежать ослепления водителя Of an uncommon vehicle Чем мне нравятся реальные вот эти книжки Тут прям настоящий язык В учебниках такого нифига не встретишь Встречный, да? Oncoming Встречный Чтобы не ослеплять встречные транспортные средства If another vehicle's lights are too bright Если у других машин свет слишком яркий Don't look directly into the oncoming headlights Не смотри прямо на светящие Приближающиеся к тебе Oncoming Фары Headlights Look toward the road edge of your lane Смотри в направлении Ой, это я не хотел так делать Sorry, 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 sorry Смотри в направлении дороги А, в направлении И Смотри в направлении Правого края твоей полосы Вот так вот Правильно? Да, правое края полосы Все правильно Look toward the right edge of your lane Watch the oncoming vehicle Out of the corner of your eye Watch the oncoming vehicle Out of the corner of your eye Короче, я так понимаю Что боковым зрением Надо смотреть Ну-ка Ну, краем глаза Да Watch the oncoming vehicle Out of the corner of your eye Вот это Out of the corner of your eye Интересная конструкция Можно как-то подсвечивать Давай вот так вот Out of the corner of your eye А, вообще круто, что можно всяко разно размечать Цветом Do not react to the other driver By keeping your high-beam headlights on Ну, интересненько Не реагируй На других водителей, которые Включили дальний свет А, нет By keeping your Не реагируй Do not react Ну да Не реагируй На других водителей Включением Твоего Дальнего света This only makes it harder For both of you to see Это только Усложнит Вам обоим Видимость Способность видеть When it's dark outside Or raining Когда на улице темно Или дождливо Прям как начало Какого-то Произведения Стиха When it's dark outside Or raining I go To the street For training Так Что-то я аж потерял Где это Ага Use your low-beam headlights Ну, короче говоря В дождливую темную погоду Используй ближний свет Low-beam Do not drive Using only your parking lights Никогда Ну, как бы Не Управляй машиной В темное время суток Используй только Парковочные огни When you drive at night Remember Когда едешь ночью Помни Motorcycles Pedestrians And bicyclists Are much harder to see Мотоциклистов Пешеходов И Велосипедистов Гораздо Сложнее Увидеть Highway Construction Can take place At night Ну, где мы, что ли, моя Highway construction Can take place At night Что это значит? Can take place At night А, highway Дорожные работы Да Могут Как бы Take place Могут быть ночью То есть ночью могут быть дорожные работы Надо как-то подсветить Интересно Вот так вот Давай уже Highway construction Can take place At night На, окей Отстань Отстань Ну, как от тебя Делается Уйди Да, е-мое Reduce your speed In highway construction zone Снижай скорость На Участке Шоссе Где ведется Дорожная работа When you leave a brightly lit place Drive slowly Until your eyes Adjust to be To the darkness Где-то слово lit Мне Не нравится Лит Уже оно было Значит, когда ты покидаешь Вот эту вот освещенную хрень Выезжая с ярко освещенного места Ну, да When you leave a brightly lit place Еще раз у нас lit Что значит? Освещенный, да Drive А, ну да Понятно Что-то я туплю Значит, когда выезжаешь с освещенного места Двигайся медленнее До тех пор, пока глаза не привыкнут к темноте When a vehicle with one light drives Drives Toward you А When With one light Drives Toward you Drive as far To the right As possible Когда транспортное средство С одним Как это называется С одной фарой, по сути Двигается Навстречу тебе Нужно Сместиться, скажем так Максимально вправо Насколько это возможно It could be a bicyclist Motorcycle Motorcyclist Or vehicle with a missing headlight Это может быть мотоциклист Велосипедист Или автомобиль С Одним С одной фарой То есть Missing headlight То есть Одну фару он потерял С неработающим Одним Негабаритным огнем С неработающим Одной фарой Sun glare Glare Незнакомое мне слово Скорее всего Типа ослепление Какое-нибудь Да Яркий свет Блеск Glare Sun glare Так А можно вот так Как-то Да Ну-ка Е-мое Так А Это тот свет Меняешь А вот так Ладно Ну вот как сделать Чтоб ты отстал от меня Куда нажать То есть Все время Че-то хочешь Чтоб происходило Я не хочу Чтоб ничего происходило Для того, чтобы помочь справиться со солнечным ослеплением. Keep the inside and outside of your windshield clean. А, значит, держи внутри и снаружи лобовое стекло чистым. Wear polarized sunglasses. Надевай поляризированные солнечные очки. Maintain enough space between your vehicle and the vehicles around you. Слово maintain здесь мне не нравится. Поддерживай, да? Так, ты понятно, что поддерживай. Значит, поддерживай достаточно места между твоим автомобилем и автомобилями вокруг тебя. Да. Maintain enough space between your vehicle and the vehicles around you. Один момент. Записывал вчера музыку и забыл отключить. Точнее, наоборот, включить шумоподавление. Сейчас должно быть гораздо лучше слышно. Мaintain. Еще раз. Поддерживай, да? Мaintain. Поддерживай. Мaintain enough space between your vehicle and the vehicles around you. Make sure your car visor, your car visor works and is free of anything that would restrict use. Car visor. Что такое? Car visor. Car visor. А, угу. Car visor. Который типа от солнца закрывает. Значит, убедись, что козырек работает и... И он свободен от любых чего-нибудь, которые могут restrict to use. Помешать использованию козырька, получается. Так что ограничивать. Restrict. Слово достойное для уделения. Restrict to use. Be aware. Так, еще раз. Make sure your car visor works and is free of anything that would restrict use. Restrict use. Be aware of pedestrians. Будь подальше от пешеходов. You may have difficulty seeing them. Может быть, сложно их разглядеть. Вот где мы там... А, после солнечного ослепления может быть сложно разглядеть пешеходов. Try to avoid driving during sunrise and sunset. Постарайся избегать управления автомобилем во время заката и рассвета. Ну, здесь надо сказать, что важное направление дороги. Я вот иногда на работу еду и прям попадаю на рассвет. А с работы еду, у меня дорога четко на закат. То есть, прям сзади лупит так, что мама не горюй. А вот если в обед едешь, то как бы все нормально. И наоборот. Если едешь в другом направлении, то тоже не важно. Поэтому от направления дороги тут тоже сильно зависит. Skids. Что такое skids? Это новое слово. Салазки? Skids. Рельсы, салазки, скольжение, буксовать. Заносить. Заносы, наверное. Нет? Давай-ка выйдем. Skids. Заносы, не заносы. Я вообще не знаю. A skid is when one or more of the tires lost traction with the road. То есть, занос. Это когда одно или более колес теряют traction. Traction. Ну, сцепление, наверное, да? Тракция. Тяговые усилия. Сцепление, да? Почему тут говорят тракция позвоночника? Тракция. Это же тяга, растягивание позвоночника. А, ну, потому что теряется тракция. Да, сцепление. Теряется сцепление с дорогой. And the vehicle starts to slip. Спать. И автомобиль идет спать. Ха-ха-ха. Ну, что ты не выделяешь это красиво? Так, что значит vehicle? Ну, да все, все, хорош. Вейхл идет спать. Скользить, да? Слип. 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 And the vehicle starts to slip. The vehicle starts to slip. You may not be able to control your vehicle. У вас может не быть возможности контролировать ваш автомобиль. There are a few different types of skits. Ну, и дальше мы опишем пять. О, почему пять? Несколько разных типов скольжения. Почему мне пять возникло в голове? Откуда? Так. Slippery surface skids. Это слишком много всякого скольжения. Скользящая поверхность скользит. Slippery surface skids. Так, значит, slippery, вот это глагол, skids, surface, поверхность. А вот что значит это slippery? Это качество тогда. Скользкая поверхность скользит. Ну, да. Скользкая поверхность скользит. Слишком много всяких скользит. Slippery, скользкая surface поверхность, а skids скользит получается. Окей. Ice and packed snow on the road can cause your vehicle to skid. Прикол в том, что в Калифорнии, наверное, таких явлений нет. У меня калифорнийский учебник. Ice and packed, упакованный, утрамбованный, packed snow. Значит, то, что у нас? Лед и утрамбованный снег на дороге может быть причиной скольжения вашего автомобиля. This is even more likely, if you are driving too fast or going downhill. Это... Вот even. Even здесь слово непонятно, зачем они вставили. Даже. А, это даже. Ну, подожди. This is even more likely. Ну, типа, это, скорее всего, произойдет, если ты... Ну, как бы, вероятность этого больше всего, наверное, если ты едешь слишком быстро или двигаешься вниз с горы. Вверху вниз. Drive slowly and leave space between your vehicle and the vehicle ahead of you. Двигайся медленно и оставляй достаточно пространства между тобой и транспортным средством. Между твоей машиной и машиной, которая двигается впереди тебя. To pretend skidding on slippery surface. Чтобы предотвратить скольжение на скользкой поверхности. Хочу бы оттенки этих слов понять. Skidding and slippery. Наверное, skidding – это кто-то. А slippery – это свойство поверхности. То есть, skidding делает кто-то, а slippery – на чем-то. А есть у нас русские аналоги такие? Лед скользкий. И мои ботинки скользкие. И я падаю, да, скользя. Ну, ладно. Skidding on slippery surface. Кстати, интереса увидели он. Slow down as you approach intersections and curves. Значит, снижай скорость, когда приближаешься. Approach – приближаться. Подходишь, да, приближаешься. Когда приближаешься к перекрестку или curves. Что это такое curves, забыл? Кривые, изгибы, график. Вот что в данном случае – это curves. К поворотам, да? Ну, да, логично. Когда приближаешься к перекрестку, притормаживай. И когда к повороту подъезжаешь, на скользкой поверхности тоже притормаживай. Один раз я ощутил на себе кайф скольжения во время поворота. Меня спасло только то, что я на механике ехал. И за счет переключения, то есть торможение бы не спасло, я бы улетел в бетонное ограждение. А за счет переключения механики, там, с пятой на четвертую, с четвертой на третью, бру-бру-бру, передние колеса, еще передний привод был. Они прям выгребали, выгребали. И прям вдоль-вдоль-вдоль-вдоль бетонного ограждения прошел. Да. На поворотах тоже надо забрасывать скорость. Значит, four sharp curves для острых поворотов. Slow down as you approach and move through. Непонятно, зачем здесь это предложение. Вроде сказали уже, на поворотах сбавляй скорость. Ну, короче, дублирующее какое-то предложение. А на крутых поворотах, снижая скорость, когда ты приближаешься к крутых поворотам. Ну, до этого так и говорили. Когда приближаешься к intersection and curves. and move through. Ну, то есть, проезжай крутой поворот на низкой скорости. Окей. Avoid fast turns and quick stops. Избегай быстрых поворотов и резких торможений. Переключайся на нижнюю передачу до того, как начнешь спускаться a steep hill. Steep. С крутой. Steep крутой. Ну, понятно. Не знаю, да. Steep hill. С крутой горы. Ой. Чуть я нажал. Не стерничу. Steep hill. Shift to low gear before going down a steep hill. Low gear. Интересное предложение. Low gear. Shift to low gear. А почему здесь нет артикля? Low gear. Полишная передача. Интересно. Почему здесь нет артикля? Почему здесь нет артикля? У нас же передача это существительное. Первая передача. Что? Первая передача. Пониженная передача. Она одна. Значит, у нас нет проблем с множественным числом. Почему здесь нет? A. Shift to low gear. Shift to low gear. Интересный вопрос к знатокам грамматики. Shift to low gear before going down a steep hill. A steep hill. Понятно, почему A. Потому что гора как класс. Гор, да. Как класс крутых поверхностей. A steep hill. А почему перед low gear нет артикля? Прям вообще поддумался. Избегай поверхностей, похожих на ice patches. Обледенелые какие-то patches. Заплаты. Пачки. А, ну, ну, избегай поверхностей, короче, кусков обледенения. Вот так вот. Избегай обледененных поверхностей. Вот так вот. Wet leaves. Мокрых чего? А, leaves. Листья. Wet leaves. Мокрые листья. Да. Избегать можно мокрых листьев. Это масло и standing water. Стоячая вода. Лужка, по сути. If you start to skid, follow these steps. Если ты начал скользить, следуй следующим шагам. Правило. Slowly remove your foot from the accelerator. Медленно убери ногу с акселератора. Скользить там медленно не получится. Do not use the brakes. Не используй тормоза. Turn the steering wheel in the direction of the skid. Поверни скользящее колесо. Правильно? Steering. А, подожди. Рулевое колесо. Так. Will понятно. Steering. Рулевое управление. А Steve, это что такое? Управлять? Steer. Первый раз слышу. Хотя уже сто раз видел. В прошлый раз я просто догадался. Steer. Управлять. Поверни. Steer wheel. Управляющее колесо. Ну, руль. In the direction of skidding. Тут надо было, конечно, уточнить. Какая часть скользит. Если жопа скользит, тогда в сторону жопы мы крутим. А если перед начинает скользить вправо, то мы что, тоже в сторону скольжения будем крутить? Нет. Так не получится. Смотря что скользит. Try to get a wheel on dry pavement. Постарайся повернуть колеса on dry pavement. Пробуйте проехать колесом по сухому асфальту. А где я его возьму? Ну, dry, сухой. Ладно. А pavement? Ратуар? Pavement. 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 Ну, короче, попробуй, постарайся найти сухую часть дороги. Я бы так сказал. Dry pavement. Ну, конечно, здорово было бы найти сухую часть дороги. Причем с самого начала. Locked wheel skids. Заблокированные скользящие колеса. Locked wheel skids. Заблокированные... Подожди, зачем? Выделил? Ну, ладно, выделил. Ладно. Locked wheel. Заблокированные колесо. Заблокированные скользящие колесо. Заблокированные скользящие колесо. A locked wheel skid is usual caused by breaking too hard when you are going too fast. А, это же у нас следующая уже тема. Заблокированные скользящие колесо. То есть, a locked wheel skid, вот, скользящие... Как по-русски-то? Ну, как бы скольжение по асфальту получается, да? Колесо, когда блокируется, скользит по асфальту, так часто происходит. Это usually caused. Причина скользящего заблокированные колеса является слишком жесткое торможение, когда ты двигаешься слишком быстро. A locked wheel skid is usually caused by breaking too hard. Is usually caused причиной Как по-русски-то это говорится? Не помню, как по-русски. Короче, причиной блокировки колеса, тормозной путь скольжения, какое русское слово. Ладно. Все поняли, я думаю, что... Короче, если едешь быстро и резко нажать на педаль тормоза, то колесо заблокируется и будет скользить по асфальту. Так вот. Причиной является именно резкое торможение на большую скорость. If this happens, your vehicle will skid no matter which way to steering wheel is turned. Да. Если такое случится, ваш автомобиль будет скользить, неважно, независимо от того, в какую сторону повернуто рулевое колесо. To get out of a locked wheel skid, to get out of a locked wheel skid, if your vehicle is equipped with... Че-то... Ну, как-то... Не складывается... Общее положение. Понятно, что... To get out of a locked wheel skid, для того, чтобы выбраться из вот этого заблокированного... ванного-ванного заноса. Если... А... Ну, по-русски, наверное, так. Если... Ваш автомобиль оборудован вот следующим говном, то для разблокирования... То, что... Для того, чтобы выйти из вот этого... Скольжения... То есть, если есть... Вот АБС, получается, да? То есть, если есть АБС на всех четырех колесах, надо сильно надавить на педаль тормоза. Так. Rear wheel ABS. А если... Common in light trucks. Если есть только задние АБС... Подстань. Да, если есть только АБС сзади, то нужно... Ease up. О, какое-то слово необычное. Ease up. Ease up. Ease up. Успокойся. Если есть АБС только на задних тормозах, успокойся. Ease up. Ease up on the brake pedal. While maintaining just enough pressure to allow the front wheel to roll again so you can steer. Значит, ну, в данном случае не успокойся. Да. Чуть-чуть меньше надави на педаль тормоза до тех пор... Ну, как бы уменьшать давление E на педаль тормоза до тех пор... Пока давление не позволит передним колесам, колесам начать крутиться. Снова... Снова... И ты сможешь... Steer. Steer willing. Да, управлять автомобилем. You can steer. О, но еще раз в другом контексте это же слово появилось. Классно. You can steer. Steer. Как оно произносится? Steer. 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 And you can steer. Да, короче говоря, если ABS только сзади, то мы потихонечку отпускаем тормоз и ждем, когда начнут крутиться передние колеса, и после этого начинаем управлять передними колесами. Stop braking and turn the steering wheel into the direction of the skid. Ага, и второй вариант, видимо, да? Если тормоза ABS только сзади, прекратить торможение и начать крутить рулевое колесо в сторону заноса. Ой, а что тут все выйдет? Надо ничего. Front wheel ABS ABS, если ABS только на передних колесах. Remove your foot from the brake pedal to unlock the wheels. Убери ногу в педали тормоза, чтобы разблокировать передние колеса. Нахрена там тогда ABS на передних? Steer in the direction you want to go. И крути колесо в том направлении, куда ты хочешь ехать. И... Вот как раз вот эта ситуация, когда заносится не зад, а перед. Если перед занесло, то надо крутить в ту сторону, куда ты хочешь ехать. Передние колеса тебя вытягивать в нужном направлении. And straighten the front wheel as the vehicle begins to straighten out. И выпрями передние колеса, как только автомобиль станет ровно на дороге. Для того, чтобы определить, есть ли у тебя ABS, есть ли у автомобиля ABS, обратись к мануалу. Preferred. Отношись, ослабиться, упоминяй. Ну, короче, сходи, почитай мануал. Мануал, как по-русски мануал? Инструкцию. Ну, инструкцию, да. Инструкция эксплуатации автомобиля. Если в автомобиле нет ABS, и вы начали скользить, ну, как бы не вы начали, а он begins, and your vehicle begins to skid. И автомобиль начал скользить, быстро нажимаете, ну, много раз, your brakes, то есть там раз, два, три, четыре, пять, нажимаете, отпускаете, нажимаете, отпускаете. До тех пор, пока скорость не станет безопасной. If you, значит, если вы, press the brake pedal and it sinks to the floor, quickly pump the brakes by gently applying and releasing pressure on your brake pedal. Блин, длинное упражнение, упражнение какое-то. Значит, если вы нажали на педаль тормоза и она ушла до пола, sink to the floor, опускалась, да, опустилась. Sink to the floor. Sink, да, умывальник. При чем тут? Поглотитель, погружаться. Утануть, утопать, упасть. Sink to the floor. Да, интересно. Sink to the floor. Значит, если педаль провалилась до пола, быстро нажимай. Quickly pump, быстро нажми на тормоза. By gently applying. Быстро нажми, но отпускай медленно, что ли. Быстро нажми, понятно. Quick pump the brakes by gently applying. Быстро нажми, by gently applying. Как-то так. Быстро прокачайте тормоза, мягко нажимая. То есть, как жух, жух, жух. Но быстро, но мягко. Ну, да. Gently applying. Gently applying, мне непонятно. And releasing pressure. Releasing pressure. Давление pressure, а releasing, уменьшая, или что? Сбрасывание давления. Releasing. Выпуская давление. And releasing pressure on your brake pedal. А, уменьшая давление на педаль тормоза. То есть, если ABS нет, надо нажать на педаль. А, если она провалилась, то тогда несколько раз надо прокачать, потихонечку уменьшая давление на педаль тормоза. Pump the brakes. Downshift your vehicle into a lower or neutral gear. Neutral заносим. Вы что, упали, что ли? To slow down. Значит, pump the brakes. В данном случае, что pump. Прокачайте тормоза. А, ну так и говорят. Прокачайте тормоза. Downshift your vehicle into a lower. Значит, понести скорость. То есть, там, с пятой на четвертую, с третьей на вторую. Ну, на нейтраль не рекомендуется. Потому что тогда колеса не будут вообще крутиться. Тогда они, точнее, будут крутиться, как попало, сами по себе. До полной остановки. To slow down. When, try using your emergency brake to stop. Then, try using your emergency brake to stop. Emergency brake? А что такое аварийный тормоз? Затем попробуйте воспользоваться аварийным тормозом. Это что такое за тормоз аварийный? Не ручник так называют, а аварийный тормоз? Интересно. Вообще интересно. Что такое? Emergency brake to stop. If your brakes get wet, если тормоза намокли, you can dry them by lightly pressing the accelerator and brake pedals at the same time. Ну, вообще, at the same time точно не рекомендуется делать. А чтобы просушить, разогнался, нажал на тормоз, разогнался, нажал на тормоз, вот ты просушил. А одновременно нажимать на газ и тормоз, такая история. Непредсказуемая. Значит, and brake pedals at the same time. Да. Only do this until the brakes dry. Да, делайте это только до того момента, как тормоза просохнут. Как я узнаю, что они просохли? Большой вопрос. Поэтому лучше по очереди. Нажал на газ, нажал на тормоз. На газ, на тормоз. Подсушиваешь. Так, что там? 64-я страница. Кстати, наверное, надо докуда-то. Или уж закончить. Sleepary route. Что такое Sleepary route? Скользкие дороги. Дальше что? Hydroplaning. А, это вот гидропланирование, да. Аквапланирование, да. Это тоже все про скользкую всякую хрень. Так, значит, скользкие дороги. Rain, snow or mud. Мод что такое? Грязь. Mud. Значит, дождь, снег или грязь can make the road slippery. 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 Как это сказать? Slippery. 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 Ага. Значит, все это может сделать дороги скользкими. Slippery. Drive more slowly than you would on a dry road. Двигайся еще медленнее. Когда ты... You would on a dry road. Когда ты на мокрой дороге. Adjust your speed for different conditions. Adjust your speed. Придерживайся скорости. Отрегулируйте свою скорость. Adjust your speed. В зависимости от различных условий. Окей. Adjust your speed. Adjust. Adjust your speed for different conditions. Adjust your speed for different conditions. Значит, wet road. Мокрая дорога. Reduce your speed by 5 to 10 miles per hour. На мокрой дороге уменьшаем скорость до 5 или 10 miles. Миль в час. Вспомнил. Facked snow. Утрамбованный снег. Reduce your speed by half. Уменьшай скорость в два раза. Что-то вот я не совсем понял правильно я перевел. До 5-10 километров в час. Что это такое? Или на. Вот, да. На 5-10 километров в час. Не до 50, а на 5-10 километров в час. На упакованном снеге в два раза. То есть считается страшнее, чем мокрая дорога. Ice. Reduce your speed to no more than 5. Ага. А на льду не больше, чем 5 километров в час. Понятно. Some road surfaces are more slippery than others when wet. Некоторые дорожные поверхности гораздо более скользкие, когда... Гораздо больше скользкие, чем другие, когда мокрые. There's usually half warning signs posted. И это обычно обозначается дорожными знаками. Here are situations where the road may be more slippery. Вот несколько следующих ситуаций, когда дорога может быть еще более скользкая. Shade from trees or buildings can hide icy spots on cold, wet days. Ага, сейчас сплошные какие-то новые слова. Shade from trees. Shade from trees. Что такое shade? Тень. Ааа, shade. Тень от дерева или от зданий может скрыть icy spots on cold. Hide icy spots on cold. А, может... Как по-русски сказать? Hide icy spots on cold. Сохранять некоторые обледеневшие места в холоде. Эти места замерзают быстрее и оттаивают. Dry out. Dry out. Понятно, что оттаивают. Ааа, dry out. Высыхают, да. Я смотрю, слово dry, это же мокрый. Да. Dry сухой. Dry out. Высыхать. Да, все перепутал. Dry out. Высыхать. Вот так сделать. Короче, там, где тень высыхает дольше, замерзает быстрее. В этих местах может быть еще более скользкая дорога. Тень, может быть, и от дерева, и от здания. Bridges. Bridges. Bridges and overpasses. Bridges and overpasses. Слова. Overpasses и стакады. Я вот смотрю, как это произносится, ну так, мной. Bridges. Bridges. Bridges and overpasses. Overpasses. Bridges and overpasses. Bridges. Bridges and overpasses tend to freeze before the rest of the road. Tend to freeze. Tend. Склонны, что ли? Ну да, тенденцию. Tend, тенденция. Имеют тенденцию. Ну да, склонны, все правильно. Склонны к промерзанию. Before the rest of the road. До. Ну, как бы раньше всех дорог, что ли. Ну да, перед остальной частью дороги. Before the rest of the road. Остальной дороги. Rest of the road. Bridges and overpasses. Tend to freeze before the rest of the road. Так, мосты и такие разные, такие хреновины. Overpasses. Забыл опять, что такое overpasses. Переезды. Эстакады. Скажи мне, как выглядят эстакады. Чем она отличается от моста. Ну ладно, понятно. Тот же мост, короче. Только мост через реку, а эстакады через дорогу. Грамотная заворотка. Так, окей. Эстакады, значит, имеют тенденцию замерзать быстрее, чем другие части дорог. Понятно. They can have icy spots. И они могут иметь обледеневшие точки. Ну, места, да. Пятна. Icy spots. Обледеневшие участки дороги. When it starts to rain, когда начинается дождь, the pavement can be very slipery or slippery. Pavement. What does it mean pavement? Тротуар? Pavement. Pavement. Пavement. Чего-то я первый раз такое вижу. Pavement. Тротуар. When it starts to rain, the pavement can be very slippery. Тротуар во время дождя может быть очень скользкий. Slow down at the first sign of rain. Grizzle or snow on the road. Grizzle вообще что за слово? Моросить. Моросить. Drizzle. Slow down at the first sign of rain. Первым дождем. А, first sign. Первые признаки. Сбросьте скорость при первых признаках дождя, если начинает моросить, или идет, или, or snow, или первых признаках дождя на дороге. Это может быть особенно актуально. Актуально. If it has been dry. Если было сухо некоторое время. Потому что масло и грязь на дорогах, на дороге, на дорожном полотне, еще не смылось. В общем, при первых признаках дождя нужно снизить скорость, потому что грязь и масло, которые были на дороге, пока дорога была сухая, еще не смылись. Дождик пройдет, немножко смоет, и будет меньше скорость. Пользить дорога. Turn on your windshield whippers. Whippers или wipers? Wipers. Иероглифы. Дворники. Значит, включите ваши дворники, дворники лобового стекла. Вот так вот. Low beam headlights. Включите ближний свет. And defroster. Какой defroster? Размораживатель. Defroster? Что такое defroster? У меня нету в машине defroster. Что такое? Я живу в Сибири, и у меня нет defroster в машине. Defroster. Такой размораживатель. Дефлектор. Антиобределение. Размораживатель. Обогреватель. А, наверное, обогреватель. Defroster. Включите обогреватель, ну, чтобы не потело стекло изнутри. In a heavy rainstorm or snowstorm, you may not be able to see more than 100 feet in front of your vehicle. Во время сильного дождя или снегопада, you may not be able to see. И, как бы, вам не нужно видеть больше, чем 100 feet перед вашим автомобилем. А, you may not be able, то есть у вас не будет возможности видеть более, чем 100 feet. If you can't see further than 100 feet, it is not safe to drive faster than 30 mph. Если вы не можете видеть дальше, чем 100 feet, то есть 30 mph, это небезопасно. Это небезопасно двигаться со скоростью больше 30 миль в час. 50 км практически. Ну, до хера быстро. You may have to stop from time to time to wipe mud or snow off your windshield. Вы можете останавливаться от времени для того, чтобы смахнуть, стереть грязь и снег с вашего лобового стекла. А, дальше перечисляется с фар и... Тейлайтс. Тейлайтс что такое? Задние фонари. Тейлайтс. Как они произносятся? Тейлайтс. Тейлайтс. Задние фонари тоже впервые слышу. Короче, периодически останавливаемся и все протираем. Лобовое стекло, фары и задние фонари. Все, уже устал. If you drive in snowy areas, если вы двигаетесь в снежной территории, carry snow chains for your tires. А, позаботьтесь о... Chain, это цепи? Care snow chains. Короче, позаботьтесь о том, чтобы у вас были специальные снежные цепи, которые можно натянуть на колеса. Snow chains give your tires more traction. Эти снежные цепи дают вашим колесам больше сцепления. Carry the correct number and type of chains for your vehicle. Carry the correct number. Подберите правильное число и тип цепей для вашего автомобиля. Фух, все, на сегодня хватит. Дальше будет гидропланировать. Так. Есть ли тут у нас слова, которые надо выписать? Да, есть. Думаю, даже 12 наберем, чтобы собрать карточки. Но это уже в другое. Продолжение следует...